Неделя моды во Вроцлаве. Лучшие польские дизайнеры показали свои работы. Во Вроцлаве проходит фестиваль еврейской культуры. В Катавице водитель автобуса умышленно переехал толпу людей возле остановки. Дирижабль над Вроцлавом кружил несколько дней. Годжин Аву. Польский народ почтил память погибших в Варшавском восстании. Полиции Польши в Варшаве майнили биткоины. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем. Хочешь законно остаться в Польше и получить карту побета? Команда in Poland поможет сделать тебе все документы для легализации. Звони по номеру, написанному на экране. В субботу около 6 утра возле остановки в самом центре Катавицы произошла авария. На записи видно, как группа молодых людей что-то выясняет. Останавливается городской автобус, подает звуковой сигнал, а затем снова начинает движение. Под колеса транспортного средства попадает девушка 19 лет. Еще одного мужчину автобус толкает на несколько метров. Остальные участники разбегаются. Прокуратура задержала 31-летнего водителя автобуса и обвиняет в убийстве одного человека и покушении на убийство двух других. Во время допроса в качестве подозреваемого он частично признал обвинение и заявил, что волновался за свою жизнь и здоровье. Он думал, что люди, которые кричали и бежали за ним, хотели нанести ему вред, а не потому, что автобус сбил женщину, рассказала Моника Лата из районной прокуратуры Катавицы. По информации полученной Polsat News, водитель автобуса принимал сильные опиоидные лекарства. Это может вызвать сонливость и головокружение. Во время приема не следует управлять автомобилем. Прокуратура также подтверждает, что человек имел на своем счету нарушение правил дорожного движения. Расследование продолжается. 1 августа в 17.00 жители Польши традиционно вспоминают час Ву, собираясь в разных частях столицы и чтя память погибших во время восстания. 77 лет назад, 1 августа 1944 года, в 17.00 по решению командующего сухопутных войск генерала Тадеуша Комаровского, в Варшаве вспыхнуло восстание. 63 дня повстанцы вели героическую и одинокую борьбу с немецкой армией, целью которой была независимая Польша, свободная от немецкой оккупации и советского господства. Каждый год 1 августа в 17.00 в Варшаве и других городах начинает звучать тревожная сирена. Это жест памяти тех, кто погиб во время Варшавского восстания. В воскресенье также состоялись торжества перед памятником Глории Виктис на военном кладбище. Повстанцы были почтены ветеранами, жителями столицы, а также представителями власти, в том числе президентом Анджием Дудой и премьер-министром Матеушем Моровецким. В пятницу во Врослав на несколько дней прилетел необычный гость. На небе можно было увидеть желто-голубой дирижабль. В субботу и воскресенье он летал по маршруту. Аэродром Шиманов, городской стадион, железнодорожный вокзал, рынок, стадион Олимпийский. На аэродроме Шиманов он находился ночью. Дирижабль Гудьер прилетел во Врослав по дороге в Копенгаген, где он будет сопровождать первую в мире гонку электрических автомобилей. В Данию он улетел в понедельник. По дороге на север он прилетит городами Любин, Глогов, Новосуль, Желеногура, Кроссноаджанске, Цибинка, Франкфурт-над-Одром. В полиции Польши в Варшаве ввели тайную добычу криптовалюты. Если быть точным, этим занималось гражданское лицо, а не сотрудник правоохранительных органов. Пресс-секретарь столичной полиции инспектор Мариуш Чарко заявил, что гражданский служащий долгое время использовал электроэнергию и другие ресурсы полицейского участка, чтобы майнить биткоины. В полиции заверили, что незадачливый майнер не имел доступа к базам данных правоохранительных органов. Оборудование, которое он использовал, никак не было связано с конфиденциальной компьютерной системой. В результате мужчину уволили. Также от службы отстранили еще одного человека, причастного к ситуации. Семь дней с расписанием, заполненных до краев. Таким обещает быть 23-й фестиваль еврейской культуры Симха во Вроцлаве. Возможность радоваться не будет упущена, так как Симха означает радость. В центре района взаимного уважения проходят концерты, встречи, показы фильмов, семинары и ярмарка. Программа фестиваля включает в себя и музыкальный блок, то есть вечерние концерты еврейской музыки в синагоге под Белым Аистом, а также множество других развлечений для посетителей всех возрастов. Участники уже получили возможность принять участие в традиционных событиях еврейской жизни, таких как подготовка к субботе и служба. Симха – это уникальная возможность познакомиться с еврейской культурой, узнать о ее различных элементах и художественных достижениях. Фестиваль проходит с 31 июля по 6 августа во Вроцлаве. Первая неделя моды во Вроцлаве. Художественный и экологический подход – это то, что отличает вроцлавский обзор моды. Были представлены 16 модных показов, созданных молодыми дизайнерами со всей Польши. В течение 4 дней можно было познакомиться с самым свежим взглядом на моду. Также были проведены семинары по созданию одежды из переработанных материалов и дискуссионные панели по дизайну, учитывающие заботу об окружающей среде. Брасл Фашн Вик – это пробный показ мод во Вроцлаве. Первый, чтобы люди знали, интересует их это или нет, чтобы продолжать или не продолжать. Организован этот показ молодыми дизайнерами, которые хотят развиваться в этом направлении. Конкретно на этот показ мод меня пригласили через Facebook, но чтобы попасть на показ мод в качестве модели, вы можете заполнить форму в Рославе Фашн Вик, чтобы у вас было свое портфолио и параметры. В плане украинок нас тут трое, а в основном все польки из соседних стран. На территории показов были организованы шоурумы, где можно было пообщаться с дизайнерами, а также купить одежду из их коллекции. Вход был бесплатный. А теперь к другим новостям. Недалеко от Аполя полицейские выехали на ДТП, где водитель врезался в дерево и скрылся с места аварии. Через некоторое время к полицейским подошел 26-летний гражданин Украины. Разговорившись с ними, он признался, что это он управлял автомобилем и был пьян. Парни задержали. Ведется следствие в данном деле. Сборная Польши по легкой атлетике победила в смешанной эстафете 4 на 400 метров на Олимпийских играх 2020 в Токио. Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосте в Люблинском воеводстве, сообщает местная полиция. Поджог был совершен в ночь с воскресенья на понедельник, в результате чего никто не пострадал. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий пообещал суровые наказания за подобные действия. В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимко сообщил о создании специальной группы полицейских для расследования данного поджога. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...